Мир вам! Слава нашему Господу! И любовью вечную Он возлюбил нас, и Он привел нас на это место, чтобы мы прославили Его Святое Имя. Я хочу прочитать для нашего назидания послание к Церкви. Я не буду называть имя, название этой Церкви, потому что это больше в данный момент относится к нам, чем к тем, кому было это послание написано. Я хочу его прочитать дважды, чтобы мы ему лучше запомнили. Вы знаете, это очень важное, актуальное слово для нашего назидания. И я прошу внимания прослушать и вникнуть в Слово Божье. Это написано в Откровении, 3 глава, 10 и 11 стих. И как ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. И я хочу еще раз прочитать, чтобы мы лучше запомнили, вы знаете, очень актуальное и очень необходимое в данный момент нашей жизни Слово, которое написано в Откровении для нашего назидания. И как ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Слава Богу! Мы видим, мы все чувствуем, мы все это испытали на себе, эти искушения, эти испытания, которые пришли на всю вселенную. Если бы нам кто-то раньше что-то говорил, мы бы могли себе в мыслях там думать, так или этак. Но то, что мы прожили в прошлом году и то, что переживаем в данный момент, это искушение, это испытание, это проблема, которая пришла на всю вселенную. Но что говорит Господь? Что говорит Господь? Если ты сохранил Слово терпения моего, это как бы в прошедшем времени, я хочу сказать для нас, если мы сохраним Слово терпения его, если мы сохраним в данный момент, если мы будем идти дальше и сохранять это Слово Господнее, которое дано нам для назидания, для укрепления нашей веры, Вы знаете, то Господь говорит, то я сохраню тебя от годины искушения. Мы видим, что эта година искушения пришла. И это только начало. Может быть, и еще больше проблем прийти в этот мир. Но что для нас говорит это Слово? Чтобы мы держались Господа. Вы знаете, крепче обступили нашего Господа, крепче ревновали иметь общение с нашим Господом, потому что у нас нет другой вакцины от этих проблем, от этих бедствий, от этих искушений, которые пришли, пришли явно на всю вселенную. Не на какую-то одну страну, не на какой-то один город, но пришли на всю вселенную, и мы имеем нашу надежду, наше упование только на Господа. Вы знаете, у нас нет другого основания, нет за что нам удержаться и за что держаться. Вы знаете, искушение – это древнее славянское слово. На данный момент мы больше понимаем испытания. Мы видим, какие испытания приходят на народ Божий и сказать, что мы их не можем, не должны проходить, не должны, они нам встретятся на пути, мы не можем, потому что мы знаем, что Иисус Христос, когда Он был в теле, у Него тоже были искушения, испытания, болезни, холод, голод. Он, будучи в теле, Он все это испытал на себе, и Он может нам, испытываемым, в данный момент помочь пройти их. Они приходят, мы их должны пройти, они не должны разбить нашу веру, они не должны ударить нас так, чтобы мы упали и не смогли подняться. Но эти испытания Он может нам помочь пройти. Вы знаете, нет другого имени, нет другой силы, кто может нам помочь пройти эти испытания, чтобы не было ни паники, ни переживания. Да, пришло такое время, и мы должны двигаться дальше, ибо это только начало. Дальше может быть, и, как мы знаем, что есть другие испытания, чаши, которые могут излиться на всю Вселенную, и мы должны быть готовы испытания эти пройти, чтобы они, Бог даровал нам пройти эти испытания, мы должны держаться за нашего Господа. Вы знаете, это слово очень важное, вы знаете, в начале каждого послания к церквям, в этой главе и в этой книге написано, что Иисус Христос, обращаясь к церкви, говорит, знаю твои дела. Вы знаете, это очень важно, что Иисус Христос, Господь наш и Спаситель, Он знает, в каком мы положении, какие у нас проблемы. Мы Ему говорим, мы Ему можем говорить каждый день, Он знает их, и мы должны дальше просить Его, чтобы Он вышел навстречу, чтобы Он нас подкрепил духовно, телесно. Он знает наши дела, это очень важно для нашей веры, для нашего назидания, что мы не одиноки, что Он всегда, зная наше положение, может выйти нам навстречу. И в конце каждого послания, интересно, что в каждого послания написано одно и то же слово. Вы знаете, я хочу прочитать, это написано в той же третьей главе, тринадцатый стих. «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям». Вы знаете, для нашего назидания Бог послал третью личность Божества, которая Дух Святой, который подкрепляет, научает, извещает и говорит нам, что может быть, что будет. Вы знаете, и подкрепляет нас духовно и телесно, и что Дух говорит церквям, мы должны знать, понимать, слышать и принимать, испытывать. Вы знаете, то слово от Бога или нет. И это прекрасное подкрепление для нашей веры. Вы знаете, чтобы вера наша не угасла, чтобы вера наша не ослабела, чтобы нам не стать теплыми христианами, Бог посылает это слово для нашего укрепления, наставления, обличения. Вы знаете, чтобы мы могли еще плотнее, еще ближе приблизиться к нашему Господу, чтобы мы могли войти под крылья Его, и Он сохранит нас в эти годины искушения, которые уже пришли, уже грядут на всю вселенную, и мы можем, уповая на Господа, это наше основание, наше упование. Вы знаете, когда умирает простой человек, неверующий, атеист, ему не на что уповать. Умирает и сказать ему, держись, ему не за что держаться. А в нашей жизни, живя в этом мире, живя в это нелегкое время, наше упование, наш Господь, наш Спаситель, Который пришел на эту землю, чтобы нас искупить, вытянуть из этого болота. Он открыл нам свое лицо, Он нас призвал на дорогу спасения, вы знаете, и дал нам надежду на вечную жизнь, дал нам надежду, что эти искушения нам, поможет нам преодолеть эти искушения, эти испытания, эти проблемы, которые грядут и идут на всю вселенную. Слава Ему за это! Он достоин славы, Он достоин хвалы. Господь наш и Бог наш. Вы знаете, это великое подкрепление для детей Божьих, что Он нас не оставил, Он нас не оставит. Мы этот год, который прошли, мы переживали, мы переживали нас, нам приходилось собираться и по пять человек, и по десять, и мы знаем, что Он не оставил нас, Он нас подкреплял по онлайн, и сейчас Он дарует нам эту прекрасную возможность быть детям Божьим в Доме Господнем, чтобы слышать Слово Его, чтобы прославить Его Святое Имя, ибо Он достоин чести, благодарения и хвалы. Слава Ему за это, что Он дарует нам надежду, дарует нам подкрепление, дарует это Слово подкрепление и истины, которое напитает нашу душу, и мы сможем продолжать наше странствование в этом мире. Аминь. Слава Ему за это. Слава Богу.